Здравствуйте! В эфире CBC специальный выпуск. Веду его я, Мехребан Касумова. Гость специального выпуска – это депутат парламента Азербайджана Расим Мусабеков. Здравствуйте, Хребан. Расим Малим, как мы все знаем, Азербайджан самостоятельно реализовал резолюции Совета Безопасности ООН о немедленном безоговорочном выводе армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана. Сегодня в Кельбаджаре, освобожденном от армянской оккупации, поднят флаг Азербайджана. Мы знаем, что 1 декабря мы ожидаем возвращения Лачинского района. Какие факторы этому способствовали, основные, помимо военного фактора, и какой урок извлечет из этого мировое сообщество? Думаю, что это как раз показатель того, что Азербайджан стратегически правильно выработал политику постановления территориальной целостности через усиление государства, через повышение управляемости государством и обществом, мобилизации ресурсов на стратегических направлениях. Ведь если бы не было бы экономической базы, если бы в свое время покойный президент Эйдар Алиев не смог бы, вопреки всем трудностям, недоброжелателям, заключить нефтяные контракты, пойти на перемирие, заключить нефтяные контракты, создать мощную финансовую экономическую базу, на которой потом мы смогли сформировать боеспособные вооруженные силы, разветвленную дипломатию, нам бы не удалось бы решить эту задачу сегодня. Потому что, в общем, да, братская поддержка Турции, Пакистана, ну, других государств, но основную задачу решали, конечно, такие вооруженные силы Азербайджана, дипломатия Азербайджана, наши, скажем, информационщики, то есть все вместе под руководством господина президента мы эту задачу выполнили. А мировое сообщество какой урок из этого извлечет? Извлечет ли? Нет, вряд ли. Мировое сообщество занимается собой. В принципе, оказалось, что мировое сообщество – это, скажем, больше фон, и каждой стране надо в первую очередь заботиться о себе самой. Надо становиться сильными и экономически, и как государство, и в военном отношении, и тогда ты можешь решать задачи, которые… и справляться с теми вызовами, с которыми государство и нация сталкиваются. Как вы верно отметили, экономическая независимость, да, должна быть? Экономический фактор играет большую роль. А на что тогда рассчитывала Армения с ее слабой экономикой? Знаете, они вообще, я должен сказать, что практически все время жили мифы. Если взять, они рассказывают мифы и о своей истории, и о каком-то армянском духе, и о том, что они такие все талантливые. Они, в общем, скажем, самогипнозом занимались в большей степени. И, говорят, самая большая опасность, когда ты начинаешь сам верить в собственную ложь. Я думаю, что вот эта чрезмерная самоуверенность, самовлюбленность и привела Армению в очередной раз к красу. У них такая же была самоуверенность, самоувлюбленность. И сто лет тому назад, когда они в спину турецкой армии, под подстрекательством Антанты ударили и потом столкнулись с национальной катастрофой. И я думаю, что и сейчас это второй раз подвела чрезмерная самовлюбленность и самоуверенность. Сегодня помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджи вместе с представителями дипломатического корпуса, представителями международных организаций посетили Агдам, город Агдам, который освобожден от армянской оккупации. Мы знаем, что этот город стал городом-призраком, он полностью практически разрушен. И Тер-Тер, который находился постоянно под обстрелами со стороны вооруженных сил Армении. Вот они ознакомятся с последствиями войны на месте. Какие выводы должны сделать представители дипломатического корпуса, международных организаций после увиденного? Это очень важно. Ведь я хочу напомнить, что в 1993 году армяне захватывали один за другим азербайджанские районы, изгоняли сотнями тысяч азербайджанцев. И именно из-за того, что у нас была очень слабая дипломатия, мы не могли довести правду и по государственным каналам. У нас было очень слабое информационное присутствие в информационном пространстве мировом. И вот азербайджан, который стал жертвой агрессии, причем захватывали территории в два раза больше, чем Нагорный Карабах, изгонялись сотни тысяч, в четыре-пять раз больше, чем армянское население Нагорного Карабаха. И в отношении Азербайджана принимали санкции, имеется в виду 907-я поправка Конгресса США. Азербайджан выставляли как варварскую и неправовую сторону в этом конфликте. Теперь у Азербайджана есть и дипломатические, и информационные ресурсы. И я думаю, совершенно правильно поступают сегодня и ответственные работники администрации президента. Приводят дипломатов, показывают, вот, доводите до сведения всего мира и доброходов армянских, какие они цивилизованные, какие они, значит, гуманные. Вот их гуманизм и их цивилизованность на практике. Они разрушили полностью город, который по численности населения, по своему потенциалу был больше, чем Степанакетхан Кянди. И при этом умудряются на весь мир вопить о том, что вот они бедненькие, их, значит, там кто-то давит и кто-то, скажем, ограничивает их жизненные цели и простаться. Я думаю, что это очень правильно. И при всех случаях, да, там будет, опять же, попытка как-то исказить, но, тем не менее, информация из первых рук, в том числе и дипломатов, которые наблюдают это своими глазами, чрезвычайно важна. Говоря о внутренней ситуации в республике Армения, что мы сейчас наблюдаем? Акции продолжаются, но эти акции, они больше уже касаются внутренних социальных вопросов. В том числе состоялась акция протеста у правительства с требованием родителей военнослужащих просят вернуть их детей из Карабаха обратно в Армению. Никол Пашинян не может дать ни одного внятного ответа. В принципе, как всегда. Доверие населения утрачено полностью к правительству. Вот что дальше будет? Как будет разворачиваться эта ситуация? Ну, трезвомыслящие аналитики и политики в Армении характеризуют ситуацию как хаос. Практически государственное управление потеряно. И, в общем, Пашинян ведь пришел с улицы, у него какого-то административного опыта не было и чувствует, что у него нет до сих пор государственного мышления. И вот так, опять-таки, с улицы, опять же, совершенно непонятных людей он переставляет свое правительство, он маневрирует. Я думаю, что он маневрирует в первую очередь из-за того, что он понимает, что утратил власть. Ну, если там спикера парламента до полусмерти избили, я думаю, что Пашиняна могут, если у него не будет охраны, если не будет его там, скажем, полиция, какие-то там войска охранять, его разорвут в клочья. И он понимает, что у него выбор будет очень непростой. Либо быстро убежать из Армении куда-нибудь во Франции, где его могут приютить, либо, я скажу, что его жизнь не будет стоить ломаного гроша. Поэтому он цепляется за власть, но то, что он цепляется за власть, сегодня фактически сложилась в Армении ситуация, когда нет альтернативы для людей. Старых, а саркисяновское или качаряновское, скажем, окружение приводить в власть, они понимают, что это бандиты вообще. И именно о них грабеж, их, скажем так, методы бандитско-криминальные управления привели Армению к такому состоянию и уже добил, как говорится, своим дилетантизмом Пашиняна. А других нет. Поэтому я думаю, что Армении из этого кризиса будет выбираться еще достаточно долго. Расим Алим, наше эфирное время подходит к концу. На последний вопрос прошу ответить как можно коротко. Премьер-министр Армении Никол Пашинян собирается посетить Москву. Сейчас занимаются организацией подготовки его визита. На что он рассчитывает? Заручиться поддержкой Владимира Путина? Ну, во всяком случае, он понимает, что его власть сегодня держится именно на российской поддержке. Ведь те же самые силовики, которые сегодня в Армении, в общем, его как бы ограждают от разгневанного и разочарованного населения. Они во многом ориентируются на Москву. Я думаю, что он пытается в Москве заручиться поддержкой для того, чтобы как-то пролагировать собственную власть. Я хочу отметить, что туда же едет и президент Саркисян. И он хоть и не имеет властных таких полномочий, но чувствует, что он начинает выстраивать альтернативный центр силы власти в Армении. Ну, насколько кому и как что удастся. Я сомневаюсь, что у Саркисяна получится, потому что его рассматривают как прямую агентуру Великобритании. Спасибо вам за участие в специальном выпуске. Пожалуйста, всего доброго. Напоминаю, в эфире CBC был специальный выпуск. Гость специального выпуска – депутат парламента Азербайджана Расим Мусабеков. Оставайтесь на CBC и до встречи.